Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Парень контролирует и пытается сделать все, чтобы я меньше развивалась. Живу вместе и уйти некуда, а еще и учу сочно, что делать отговоры не помогают. Он не понимает, что разрушает меня, для него все норма. Но я не его собственность, я сказал, что гулять пошла с подружкой и куда. Вопросы про кофе называется, а кто еще с вами, а что там за голоса, а ты мне изменяешь, я не выдерживаю. Ну что же, вас можно понять. Другой вопрос только, на мой взгляд, заключается в том, как мне кажется, что вы в этой позиции, в этой ситуации, точнее. А вы занимаете позицию жертвы. То есть предполагаю, что от вас ничего не зависит и предполагаю, что вы сделать ничего не можете. Вот. На мой взгляд, вы в этой ситуации, ну, как-то оказались. То есть вы как-то оказались в ситуации отношений вот с таким человеком. Вот. И, соответственно, в первую очередь, что нужно сделать, это постараться увидеть то, как вы с этим человеком, да, оказались в отношениях. Вот. Ну, то есть, буквально, каким образом вы с ним оказались в отношениях. Вот. А каким образом получилось так, например, что вам негде жить и так далее. Все это выглядит сейчас, как более глобальная проблема невнимательности к себе. Вот. Сейчас это выглядит, как более глобальная проблема игнорирования себя. Ну, каких-то важных моментов, я имею в виду, в своей жизни. Вот. И сейчас это выглядит, как то, что, в общем и целом, вы, ну, не брежны к себе. Не брежны к себе относитесь, да. Вот. И как будто бы ждете, да, надеетесь на то, что кто-то вам, там, не знаю, даст разрешение, да. То есть, вы вот ждете, что молодой человек, например, будет, ну, как-то думать о вас, да, и так далее. Вот. То есть, я бы сказал, я бы сказал, что здесь у нас имеет место быть такое вот тотальное, да, недоверие себе и тотальное такое вот игнорирование и обесценивание себя. Вот. Вы, вероятно, с этим не согласитесь, вы, вероятно, думаете, что дело все в молодом человеке. Вот. И, конечно, спорить с вами я не буду. Вот. Но я думаю, что молодой человек просто отвергает вам то, как вы относитесь к себе сами. Вот. Потому что, ну, очевидно, да, что вы не заботитесь о себе сами. Очевидно, что вы невнимательны к себе сами. Очевидно, что вы имеете трудности с личными границами. И очевидно, что, ну, вот, на мой взгляд, по крайней мере, некоторые свои решения, да, принимаете довольно поспешно. Вот. От чего, собственно, и возникают вот такие проблемы, ну, такие проблемы. Вот. А дело в том, что молодой человек, он ведь просто, просто свои интересы продвигает, ну, в целом. Вот. Молодой человек просто делает то, что ему, вот, хочется, да, то, что ему, ну, кажется верным, правильным. Ну, вот. Младой человек, он, ну, да, транслирует вам, очевидно, свои проблемы. Некоторые. Это совершеннейший факт. Вот. Ну, а правда заключается и в том, что вы берете ответственность за эти проблемы. То есть вы участвуете в них. Вот. Не участвуете вы в них, отстраните вы от них, игнорируете вы их, да. И, в общем, в целом, ну, ничего бы, такого бы, в принципе, не было бы. Вот. А сейчас мы имеем то, что имеем, да, что молодой человек, по сути, делает, считает, ну, что вот вы ему, там, должны, ну, что вы обязаны, там, отчитываться перед ним и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, что в первую очередь вам нужно восстанавливать контакт с самой собой. Вот. И уже потом, да, уже потом, после этого, я думаю, решать то, как вы будете вести себя с молодым человеком, да, то, что вы будете делать, какую линию поведения будете продвигать и так далее. Вот. Я думаю, что это, в принципе, более чем справедливо сейчас. Вот. Поэтому понятно, что на данный момент у вас нет решения проблемы. Потому что проблем не решаем, вот в том виде, в каком виде вы ее сейчас воспринимаете. Вот. Это логично, потому что, ну, вот хотя бы, потому что вот вы сами говорите, значит, что, как там, куда уйти, да, если уходить некуда. То есть это уже ловушка получается. Вот. Поэтому в первую очередь нужно все-таки разобраться в себе, да, и вот обрести контакт с собой и дальше уже двигаться вот в тех направлениях, да, в которых вы сами для себя выберете. Вот. На мой взгляд, это вполне логично и наиболее гуманно здесь, в этой непростой ситуации. Вот. Ну, можно сколько угодно говорить о том, что молодой человек там ведет себя, значит, как абузер, да, и так далее. Вот. Сколько угодно можно это говорить, но вот, ну, по факту ничего от этого не изменится. Вот. Поэтому решайте, решайте, выбирайте сами, как, ну, как вы будете действовать, да, как вы будете двигаться. Вот. Я бы предложил вам, значит, психотерапию, вот, потому что, на мой взгляд, вам она необходима. Вот. И вот, проработка всех, всех, ну, всех деталей, вот, которые я озвучил. Вот. Вот. Вот, значит, то, что я хотел вам сказать фичеров. Сейчас. На этом, на этом, пожалуй, все. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу, позволит вам, значит, сформулировать базовые постыла для психотерапии. Обращайтесь. Обращайтесь.